сегодня в перископе ванс челлендж бабушка рэпер четвероногая сальто взрывные здания и медицинское чудо смотрите прямо сейчас и вот и и и и и и и и и Новые флешмобы появляются в сети буквально со скоростью света. Но чем дальше в лес, тем больше дров. С каждым новым челленджем изобретательность пользователей неумолимо растет. О боже. Все помнят Боттл Флип Челлендж. Если нет, мы напомним. Нужно было подкинуть бутылку воды таким образом, чтобы она приземлилась ровно на свое основание. Этот челлендж собрал миллионы участников по всему миру. Его даже повторил Иван Ургант в своей пародии на видеоблогинг, а ассистировал ему кучерявый поп-король Филипп Киркоров. Я принимаю твой вызов. Я покажу, кто настоящий король, а кто пижон-однодневка. Новый челлендж слегка напоминает старый добрый Боттл Флип, но с некоторыми изменениями. В центре внимания кеды Ванс. Не так давно один из пользователей Твиттера обратил внимание подписчиков на то, что если подкинуть Ванс в воздух, то они с очень высокой долей вероятности приземляться на подошву. После этой публикации другие Твиттеряне принялись проверять или опровергать эту теорию. Осторожно, результат может вас шокировать. Например, эта девушка уронила с лестницы целых четыре пары кед, и все они без исключения приземлились на подошву. Субтитры сделал DimaTorzok Как видно из ролика, закон Кет Ванс работает как часы. Минут пять, десять пятого, четыре, пять, десять пятого утра. Но не спешите удивляться, есть и неудачные попытки. К примеру, тут один кет решил пойти против системы. Но, возможно, это связано с покрытием, на которое кеды приземляются, ведь тут обувь подкинули над ковролином. Если вы счастливый обладатель Ванс, предлагаем обязательно проверить на практике закон притяжения обуви доброй половины американских подростков. Вариантов всего два. Либо вы поможете подтвердить, либо опровергните эту челлендж-гипотезу. Наверняка у многих при упоминании бабушек в памяти всплывают счастливые картинки из детства с пирожками или образы милых старушек в платочках. Здрасте, милые ребята! Пионеры октябрята! А есть ли их наденут американские рэперы? Ничего не понимаю. Эйсеп Рокки – довольно известный парень и совсем не в узких кругах. За свою карьеру он успел записать песни с Дрейком, Кендриком Ламаром и другими звездами. Его клипы собирают миллионы просмотров, а на его концерты фанаты ходят многотысячными толпами. В ноябре прошлого года Рокки выдал одну довольно сомнительную вещь. На мероприятие Музея искусств округа Лос-Анджелес он пришел в платки от Гуччи, повязанным на манер наших соотечественниц сверхбальзаковского возраста. Тогда рэпер прокомментировал свой жест таким образом. Просто хочется показать свою «бабушка». Но не стоит пугаться за исполнителя, ведь в американской культуре сленговая «бабушка» означает «платок, который они носят». Еще Рокки сообщил, что хочет перевить моду на подобные головные уборы. В знак этого он даже сменил статус в Инстаграме. Нынешний гласит «бабушка-бой». На этом история не заканчивается. Эйсэп Рокки пошел дальше и записал трек под названием «Бабушка». Позже он выступил с этой песней на собственном концерте, продемонстрировав в платком на голове свою тягу к созданию модных тенденций. «Бабушка-бой» Сейчас об этом заговорили снова, а все благодаря «Бурановским бабушкам», российскому коллективу, который в 2012 году представлял страну на Евровидении. Дамы исполнили собственную версию песни Рокки. В этом видео есть буквально все, что может быть в хип-хопе. Бабушки смело используют одлибы. Смотрят на фото рэпера в платке и хвалят его за красивые зубы. Утверждают, что Рокки их человек, а в самой песне звучат слова «Айда к нам, будешь нашей бабушкой». Есть даже элемент батл-рэпа. Бурановские бабушки заявили, что платок Рокки – тряпка, пообещав подарить ему новый и шикарный. «Что это за тряпка? Мы шикарный платок тебе подарим!» В общем, по нашему мнению, история с платком бабушки Рокки заслуженно получила подобное нетривиальное развитие. Но главный вопрос звучал так – кто именно сделает такой клип? Кадышева и Бабкина, к сожалению, не настолько в тренде, поэтому весь хайп достался бурановским бабушкам. С чем мы их и поздравляем! По сложившейся традиции нашей программы – одна из новостей о технологиях. На этот раз – спорных и забавных. Помните про знаменитых роботов от Boston Dynamics, которые еще пару лет назад активно завоевывали рынок масс-медиа? Сначала они поражали людей своими разработками, позже рассмешили интернет, когда кому-то пришло в голову озвучить видео с роботами-синтезатором речи. А ну не трожь его! По-твоему, это смешно? Лично я не вижу ничего веселого. Сейчас у Boston Dynamics появились достойные конкуренты, а именно Массачусетский технологический институт. Они сделали четвероногого робота по имени Миничита и научили его делать сальто. Разработчики из Boston Dynamics научили своего робота делать сальто гораздо раньше, еще в 2017 году. Но разница в том, что робот из Массачусетса четвероногий, поэтому технически эти инженеры стали первыми, кто заставил робота на четырех ножках прыгать через себя. Нет времени объяснять. Посмотрите этот ролик. Хотя мы все же объясним. На видео Ляховичская водонапорная башня. В 2015 году ее сняли с эксплуатации, и целых три года она ждала своей участи. И вот недавно до нее все же добрались. Ляховичская ЖКХ при помощи взрывотехнической службы Пинского МЧС взорвали старую башню и были таковы. Кстати говоря, работа по демонтажу зданий далеко не самая простая. Эти люди производят соответствующие замеры и размещают взрывчатку таким образом, чтобы здания падали туда, куда им нужно. К примеру, недавно в Беларуси взорвали еще одно строение. В поселке Ружаны снесли двухэтажный дом. Конечно, его могли уничтожить и при помощи экскаватора, но тем не менее затею доверили подрывникам. Возможно, это было дешевле. Раньше в этом доме была зубопротезная поликлиника. Постройку оставили, она обветшала, и теперь пришло ее время. Ну что там? Все огонь! Валера, настало твое время. Однако снос зданий таким образом не всегда бывает удачным. Мы расскажем о нескольких случаях, когда это привело к последствиям. Эта история случилась в Турции. Подрывная команда заложила взрывные устройства с надеждой, что здание упадет под себя. Но вопреки ожиданиям, что-то пошло не так. После взрыва здание опрокинулось и задело рядом стоящие постройки. Выглядит это просто чудовищно. Словно спичечный коробок. Инцидент произошел в городе Чанг-Иры на севере страны. Гигантская конструкция упала всего в нескольких метрах от соседнего дома. По какому-то счастливому стечению обстоятельств, после инцидента никто не пострадал. А это электростанция Вогайо, Америка. Она стояла возле Мэд-Ривер, что переводится как «безумная река». Такой маленький факт добавляет суеверий в это злосчастное событие. Труба, которую сносили подрывники, упала совсем не туда, куда планировалось. Она попала на линии электропередач, устроив при этом настоящий фейерверк. Продолжение следует... После происшествия на некоторое время 4 тысячи местных жителей остались без электричества. Так что раз на раз не приходится, ведь такие вещи нужно доверять исключительно профессионалам с большим опытом. В делах, где есть слово «снос» и особенно «взрывчатка», нужно быть предельно осторожными. Шабадинова! С Новым годом! Недавно ученые рассказали о втором случае исцеления человека от ВИЧ. Оба раза пациенту пересаживали костный мозг. Этот мужчина был болен раком. Болезнь страшная и трудноизлечимая. Врачи приняли решение пересадить больному костный мозг. В 2016 году ему сделали операцию, а новый мозг включал в себя стволовые клетки с мутацией устойчивости к вирусу иммунодефицита. Эта манипуляция позволила уничтожить рак, а исцеление от ВИЧ стало скорее побочным эффектом. С сентября 2017 года мужчина перестал принимать препараты, подавляющие ВИЧ, и с тех самых пор при анализах вирус не был обнаружен. Но это, к сожалению, не панацея, ведь такая мутация стволовых клеток не гарантирует полного иммунитета от ВИЧ. Один из штаммов вируса все же способен обойти этот барьер. Поэтому пациенты все равно принимают таблетки для профилактики. И тем не менее, это огромное достижение, ведь еще 10 лет назад такие результаты казались фантастикой. А сегодня даже самому опасному и неизлечимому вирусу уже есть что противопоставить. А на этом все. С вами был Перископ. Смотрите только интересные видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok